7 часов 30 минут. Начало рабочего дня. Вячеслав Владимирович приходит на работу за полчаса до начала трудового дня. За это время он успевает просмотреть служебную переписку, составить план на день и провести совещание с заместителями. 7 часов 45 минут. Совещание с заместителями. Это ежедневное совещание, на котором руководители подводят итоги прошедшего дня и определяют основные задачи на день предстоящий. Кроме самой повестки дня, насыщенной мероприятиями, совещаниями и встречами, которые сегодня у меня намечены и у моих заместителей тоже, есть ряд задач, которые необходимо обозначить и решить, в том числе уже на предстоящую неделю. В их числе, например, участие делегации города Десногорска в юбилейном заседании Союза малых городов. Это общественная организация, в которой наш город состоит уже много лет, которая насчитывает свыше 600 малых городов России и формирует как раз запросы и предложения для органов власти на федеральном уровне. И в Советы Федерации, и в Государственной Думе представлены наши интересы. И, соответственно, в понедельник-вторник у нас состоится это юбилейное заседание в Подмосковье. Я, к сожалению, принять в нем участие не смогу, поэтому представлять город Десногорск отправляю в командировку своего заместителя Сергея Валентиновича Тощева. Кроме того, это не единственное объединение, в котором стоит наш город. Конечно же, мы входим еще и в Ассоциацию территорий расположения атомных статусов. Это наше объединение атомных городов, которое я с недавнего времени возглавляю. И в этой ассоциации мы также решаем свои вопросы, но уже с некоторым уклоном, в особенности как раз территории присутствия атомной энергетики. Здесь тоже у нас есть свои интересы, свои обобщающие вопросы среди территорий. И, например, есть у нас сегодня хорошая практика, которую мы сейчас хотим централизовать и уже обозначать для того, чтобы можно было делиться на территориях. Это практика лучших муниципальных успехов, лучших муниципальных практик, применяемых на территориях наших атомных городов. Эту задачу тоже поставил. К понедельнику необходимо от города Десногорска также предложить лучшую муниципальную практику в виде уже готового результата, в виде презентации, которую мы представим в нашу ассоциацию, впоследствии мы их саккумулируем и уже из единого доступа сможем пользоваться на всех наших атомных городах. Также представят и другие атомные города, все мы это объединим. Все это пойдет, я думаю, нам на пользу. 8 часов 10 минут. Совещание с финансистами и бухгалтерией. Также важно перед началом работы проверить финансовое состояние дел в городской казне и подписать бухгалтерские документы. 10 часов. Встречи с инвесторами. На этот день у главы были запланированы две встречи с инвесторами. Перед совещанием мы задали ему несколько вопросов. Идут к нам в город инвестиции? Интересны мы? Даже учитывая нынешнюю финансовую обстановку в стране, общий климат, трудности в банковской сфере, которые с кредитованием в том числе связаны. Тем не менее, инвестиционная активность есть. Она меньше, чем была раньше, но она есть. И поэтому интерес к Десногорску в этом плане, как к городу, обеспеченному и трудовыми ресурсами, и инфраструктурой, может быть, в меньшей части земельными угодьями, которые позволяют что-то крупное разместить. Но, тем не менее, город привлекателен, интересен. И на сегодня у нас тоже запланированы две встречи, касающиеся перспективного взаимодействия и развития города. Одна из них будет по развитию рыбоводческого хозяйства. О нем уже было слышно на территории Смайской области. Это предприятие по производству осетровых и черной икры. Речь идет о предоставлении летней площадки или места для летней стоянки, садкового хозяйства. Основная база будет располагаться в Рословском районе, в районе Богданово. А вторая площадка будет располагаться у нас на территории города, на вторую стоянку. И как раз нюансы и место, уточнить размещение, требуемые точки соприкосновения и взаимодействия с органами местного самоуправления, ресурсными организациями, как раз мы и будем сегодня обсуждать с нашим инвестором. Действительно, строительство в городе будет продолжаться, несмотря на общую финансовую обстановку. Мы планируем продолжить жилищное строительство в нашем городе. И сегодня у меня будет встреча с нашим теперь уже постоянным инвестором в части жилищного строительства, ипотечной компании атомной отрасли, которая вышла с предложением построить еще один квартирный дом в городе Десногорске. И как раз мы подобрали земельный участок, где будет размещаться этот дом. И планируется обсудить как общую концепцию, этажность, площади застройки, фасадные решения, так и вопросы подведения и обеспечения инженерными коммуникациями. Разумеется, при планировании будущего строительства на квартирных домах мы обсуждаем и учитываем интересы будущих жителей этих домов, касающиеся как обеспечения детскими площадками, как обеспечения зелеными территориями, так и обеспечения интересов маломобильных групп населения и, разумеется, автовладельцев. 12 часов. Профессиональный праздник в медико-санитарной части 135. На торжественном собрании в медико-санитарной части Десногорска Вячеслав Владимирович поздравил медиков с профессиональным праздником и вручил награды от главы муниципального образования. 13 часов 10 минут. Внеплановое совещание с сотрудниками ГИБДД. Межведомственная комиссия по безопасности дорожного движения, которую возглавляет глава муниципального образования, рассматривает вопросы транспортной инфраструктуры, безопасности движения, а также регулирует установку знаков и вводит ограничения на использование дорог на территории города. Сегодня заседание внеочередное. Поступило обращение от городообразующего предприятия, от нашей Смоленской атомной станции, в котором говорился вопрос введения ограничений при движении по плотине, по шлюзам и так далее. То есть по результатам обследования специализированной организации выявлены усталостные моменты в состоянии мостовых конструкций на шлюзах, которые ведут, во-первых, необходимо ремонт запланировать этих конструкций, а во-вторых, в целях предотвращения ухудшения ситуации необходимо ввести ряд ограничений, которые мы будем вводить как раз при движении по телу плотины и через этот мостовой переход. 14 часов. Награждение школьников золотыми значками ГТО. Десногорские школьники первый раз принимали участие в таких соревнованиях и сразу показали отличные результаты. Награды ребятам вручил глава муниципального образования Вячеслав Сидунков. Он отметил, что возобновление работы программы «Готов к труду и обороне» своевременно и будет способствовать укреплению здоровья школьников. Хочется отметить, что золотые значки ГТО при поступлении в ВУЗа добавляют от 1 до 10 баллов к результатам ЕГЭ. Это может сыграть решающую роль для абитуриента. 15 часов. Проверка ремонта в детском саду «Аленка». Лето – время для ремонта. В детском саду «Аленка» аукционные процедуры закончены. Определен объем работ и подрядные организации. Вячеслав Владимирович посетил садик, чтобы убедиться в готовности к началу работ по замене линолеума в коридорах и двух прогулочных веранд на игровых площадках. Кроме того, глава осмотрел состояние фасада здания. Внимательно ознакомившись с ситуацией по дефектам на фасадах, часть из которых требует просто безотлагательных решений, поскольку уже есть проникновение осадков в помещение через дефекты фасадов. И, соответственно, были приняты решения по ремонту фасада детского сада «Аленка» в текущем 2016 году, в период летней ремонтной кампании. Тем более, что на состоявшемся два дня назад совещании у губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского, который он проводил вместе с депутатом Смоленской областной думы, который представляет интересы Десногорска, директором концерна Роснаргатом Андреем Ильичем Петровым, как раз один из вопросов был, это проблема города Десногорска, на которой губернатор поручил изыскать средства на ремонт детского сада в городе Десногорске уже в этом году и на ремонт еще трех детских садов по фасадной части в предстоящем 2017 и 2018 году. Соответственно, решения такие даются нелегко и нельзя терять времени на их реализацию, поэтому, конечно, оперативно были рассмотрены детские сады и принято решение о том, что ремонт фасадной части будет произведен как раз в конкретно Валенке. 16 часов. Плановый обход в четвертом микрорайоне. Обходы дворов в микрорайонах – это регулярные рабочие рейды со специалистами управляющей компании, службы благоустройства, представителями подрядных организаций и депутатами городского совета. Сегодня, обходя четвертым микрорайоном, я акцентировал внимание управляющей компании на газонных ограждениях, отсутствующих, на нескошенной траве и необходимости восстановления или приведения покраски малых игровых форм, которые у нас для детей. Сегодня мы обходили четвертый микрорайон, тринадцатый дом, двенадцатый. Посмотрели, как ведутся работы по капитальному ремонту двух квартирных домов, которые у нас в четвертом микрорайоне осуществляется. Это шестнадцатый дом и семнадцатый. По результатам аукционов на этих домах у нас работы ведут разные компании. И разница эта тоже очень наглядно проявляет себя. С учетом того, что работы были начаты одновременно, сегодня семнадцатый дом значительно опережает по своим результатам шестнадцатый. Это же отражают и отзывы жителей, это же отражают и результаты рабочих заседаний, которые проводятся моим заместителем с представителями подрядных организаций. Поэтому выйти в поле, увидеть все это вживую, это тоже, разумеется, было важно для того, чтобы завершать год с результатом, который был запланирован, а не тот, который сложился. Семнадцать часов сорок пять минут. Рабочий день закончился. В пятницу рабочий день заканчивается в шестнадцать часов. Сейчас уже почти шесть вечера. Вы часто так поздно заканчиваете свой рабочий день? Да, на самом деле, большую часть недели я заканчиваю за рамками, отведенными трудовым кодексом. Но считаю необходимым для себя именно такой режим работы. Домой можно идти, когда работа на сегодня закончена, а не когда наступило время на часах. Вернажды? Ну, пойдем. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok